Знаем, вы слушаете Радио Болтком Как встретились, так и поговорили Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью Знаете, что самое страшное? Самое страшное, это начать бояться Для хорошей беседы не нужен повод И время не имеет значения Но место встречи изменить нельзя Спасибо, ребят, очень круто Наконец-то высказался что-то Только на Радио Болтком В любое время дня и ночи Программа «Встретились, поговорили» Здравствуйте, дорогие друзья «Встретились, поговорили» Программа, в которой мы встречаемся, говорим с интересными, умными людьми Разговоры, надеемся, будут вам полезны 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 Телефоны в студии или пишите нам на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 И с нами на прямой связи Коуч Ольга Троицына Здравствуйте, добрый день Добрый день Мы на протяжении уже очень многих недель Рассказывали, давали консультации Советовали И вот была целая серия Передачи о том, как выстроить личный бренд И целая серия там Того, что нам мешает на пути к успеху Но, в принципе, вот, может быть, стоит действительно поговорить сегодня о том Что же такое коучинг И вообще слово, которое, может быть, немножко пугает И как-то непонятно кому-то из слушателей Может быть, не такое вошедшее в обиход И употребляемое каждый день Вот все-таки, в чем заключается Для кого Кому это предназначено С чем его едят Если можно так выразиться Да, прекрасная, неожиданная тема После, правда, стольких месяцев общения Наконец-то мы вернемся К тому основному вопросу Кто я, чем я занимаюсь Откуда пришел к нам коучинг Да, почему именно это Если останется время Может быть, я успею рассказать Почему я выбрала именно коучинг Да, а не какое-то другое направление Мы уже обсуждали в эфире про смену профессии Что я, в общем-то, сменила профессию На профессию коуча Но я думаю, что Я предложу такой план нашего сегодняшнего эфира Я немножко расскажу про историю коучинга Так, чтобы это было не очень долго И не очень сухо Расскажу обязательно про основные принципы коучинга С которым мы работаем Потому что абсолютно в каждой сессии Я эти принципы рассказываю клиентам И они им очень помогают Да, они такие достаточно глубокие Расскажу для кого на самом деле коучинг Да, для кого он работает Для кого он подходит Для кого он не подходит Если останется время Я даже могу пробежаться по запросам С которыми приходили клиенты Это вот прямо вот с чем я работаю И чтобы клиенты и наши слушатели понимали Что у них отзывается Что у них не отзывается Ну и, наверное, я думаю Что вот и все, что мы успеем сегодня Ну более чем достаточно Я думаю, что многие замечают Что слово коуч В принципе имеет аналог в русском языке Тренер И очень часто называют именно И спортивных тренеров В американских фильмах Мы слышим все время Коуч-коуч То есть имеется в виду Человек, который воспитывает Там школьную футбольную команду Или там баскетбольную команду Или занимается с кем-то Вот в чем все-таки разница Почему используется именно Вот этот англоязычный термин И мы не используем Русское слово тренер Вот я как раз и расскажу историю Это именно оттуда все и пошло Конечно, очень хочется верить Что прародителем коучинга был Сократ Немножко раньше Но нам так хочется Как-то предполагать Потому что его методики Методы общения со своими учениками Они тоже были похожими Они сидели и общались Он задавал вопросы И через его какие-то глубокие вопросы Его ученики находили ответы Поэтому, если уж так, прям красиво То, наверное, начнем с Сократа Но потом прошел некий период И мы как бы вернемся в 70-е годы 1970-й год Вспомним такого дядечку Как Тимоти Голби Он как раз и был тренером по теннису Это тот человек, который является В общем-то истинным, наверное, прародителем коучинга Это именно тот тренер Который понял, что в спорте И во всяком случае в теннисе Навыки и техника игры в теннис Они не являются Они не являются не основным То есть человек может очень хорошо играть в теннис Он может хорошо знать техники Но если внутри его внутреннее состояние Там, скажем, нестабильное Или он не уверен в себе То эти техники не помогут И он как раз обратился Вот к этим вот Нашим внутренним процессам К нашим вот этим вот мыслям К нашим всем переживаниям К нашим каким-то неуверенностям Он написал в 74-м году Книга «Внутренняя игра в теннис» Которую я знаю, что до сих пор читают Рекомендую Поскольку там он как раз рассказывает Как он работает с вот этими неуверенностями И в принципе его основная позиция Что нужно уменьшать любое вмешательство В раскрытие потенциала человека То есть о чем мы говорим О том, что как бы хорошо ты не играл Если в твоей голове образ твоего соперника Он, я даже не знаю, как это, преувеличен Или ты рисуешь своего соперника Что он намного лучше тебя играет Или намного техничнее И у него сегодня удачный день И у тебя неудачный Ты можешь проиграть сегодня Только потому, что у тебя Какие-то определенные деструктивные мысли в голове И вот коучинг пошел оттуда Что мы должны понимать И правильно себя настраивать перед любой победой И, соответственно, конечно, коуч и тренер И, естественно, Тимоти Голуи был тренером И поэтому оттуда и пошел коучинг И пошел тренерство Но в русском языке Я знаю, что на российском рынке Используется слово тренер И тренер личностного роста Там используется вот это вот сочетание Гораздо больше, чем коуч личностного роста То есть именно вот как и тренинги Оттуда же пошли от тренерства Поэтому я думаю, что оба слова И коуч и тренер Просто, наверное, если я назову себя тренером Сразу в любом случае у людей будет ассоциация Тренера в каком виде спорта я То есть я в теннисе, я в хоккей Или еще что-то Когда называешь себя коучинг Но более-менее идет понимание Что это какое-то направление практической психологии Это не связано со спортом Но вот у меня сразу вопрос Связано ли это все-таки С внушением уверенности в себе Нужно ли это, например, людям Которые абсолютно лишены самокритики Ну вот была, например, кинокомедия Где главную роль играла Мэрил Стрип Это реальная была история Про женщину, которая не умела петь Но она была абсолютно уверена, что она идеально поет Причем оперной арии Она хрипела, сипела, визжала Но поскольку она была очень богатой женщиной В общем-то никто не решался сказать ей Вот указать ей на ее недостатки И она просто вот абсолютно была уверена Что она, ее голос великолепен, божественен И она даже выступала, по-моему В каких-то престижных оперных театрах Которые, ну просто арендовала И затем приходили все ее друзья Которые там аплодировали И она была абсолютно уверена, что она просто Дива, оперная дива Нужен ли ей, например, коуч? Абсолютно прекрасный пример Знаете, тут, наверное, самый большой ключ И ресурс, почему у нее это получилось Это все-таки слово деньги, я услышала То есть тут как раз история какая То есть если человек считает, что он там гениально поет Но, например, у него нет денег Да, то объективно через несколько Даже не то что сессий Походя по каким-то консультантам Да, по, я даже, не знаю По профессиональным певцам Да, которые будут ставить голос Они объективно скажут, что голоса нет Извините, у вас ничего не получится Но есть такой фантастический момент Как деньги, да Когда тебе уже не нужен никто Ни тренер, ни консультант И ты просто этими деньгами Покупаешь свою какую-то определенную цель И реализовываешь через это деньги мечту Это тоже имеет место быть Да, и, например, было бы очень интересно Если бы у нее не было голоса и не было денег Ей бы сказали, знаешь, вот с таким ужасным голосом Только деньги помогут, да И человек пошел бы эти деньги зарабатывать и искать Может быть, она вышла бы замуж за какого-нибудь там старого миллионера Да, лишь бы получить эти деньги И лишь бы начать петь Вот это вообще такое, мне кажется, космическое целеполагание Но, по сути, это же не про ее Насколько она там хороша или плоха А про то, как она достигает своих целей Она их достигает Да Кстати, вот говоря про тоже вот Уверенность в себе Вот совсем недавно По-моему, вчера был Отмечался день рождения Евгения Маргунова И вот я, читая всякие актерские байки Я поражался тому, насколько он Ухитрялся, ну, разыгрывать людей Но при этом, ну, и розыгрыши были очень рискованные Там в советское время он, например, мог подойти С красной книжечкой, которую он взмахивал В ресторан и сказать Так, мне нужно следить за этим столиком И его усаживали Ну, естественно, накрывали И никто уже не решался приносить ему счет И он просто обедал в ресторане Бесплатно изображая себя вот агента Ну, в КГБ Который следит якобы за каким-то другим столом То есть настолько... Или, например, когда он в пьяной компании ходил Их остановили милиционеры И у него моментальная реакция Так, какие проблемы? Я внук Павлика Морозова Вот сам абсурд Павлик Морозов Который погиб там в 12 лет И понятно, что у него-то уж точно детей не было Но милиционеры взяли под козырек И вот настолько он уверенным голосом это сказал Причем это было, ну, как бы, вот я понимаю, что Самостеп буквально И все И никаких действительно проблем больше не было Да, если будете что-то ляпать, ляпаю уверенно Это же тоже из фильма Мне очень нравится А знаете, это тоже потрясающий На самом деле момент Он говорит о том, что мы себе позволяем И что мы себе запрещаем То есть это же не про хорошо и про плохо Это как многие клиенты после сессии Выходят с фразой А что так можно было? Вот вы сейчас рассказываете, понимаете, да? Мы слушаем, люди слушают, думают А что, так можно было? А почему нет? То есть он делал все экологично По сути, да? Ну хорошо, пришел в ресторан Но опять-таки это же проблема людей Которые не проверили его документы Да, и не убедились о том, что там его корочка Значит, за это будет отвечать совершенно другой человек Который его бесплатно накормил То есть таким образом Он делает какое-то одно свое действие И дальше люди вокруг Сами принимают решения То есть они там Берут под козырек Они верят, что он внук Павлика Морозова Да, они ведутся Это где-то, конечно, это манипуляция Да, это уже из НЛП больше Это не из коучинга Этих манипуляций безумное количество И, конечно, одно из Вот лямпнуть что-то уверенно, пройти мимо Да, это, ну, но это классический случай Да, один классический случай манипуляции Это, конечно, эмоционально накричать Да, и что-то из человека Как бы вытрясти, что ему надо Да, потому что человек в страхе, в ступоре Он хочет, чтобы это быстрее закончилось И, конечно, у нас включается Институт самосохранения И чаще всего мы соглашаемся на всё Лишь бы только от нас отстали Да, это, ну, такая грубая манипуляция Есть, конечно, манипуляция некой уверенности Да, я всё знаю, я вас поведу Пойдёмте за мной Да, пойдёмте за этим господином Он знает дорогу Да, поэтому каждый человек Это использует по-своему Конечно, потом понятно, что В этот ресторан, скорее всего, больше уже не придёт Да, он прекрасно понимает тоже Что он заплатит за каждое это своё действие Но ему было так весело и интересно Это был адреналин, это был вкус жизни Да, он от этого получал Ну, огромное количество бонусов Да, и вот люди, которые не такие Они как раз могут посмотреть, послушать И что-то взять от него Да, о том, что если один человек так мог Он себе это позволил Ну, почему я себе не могу Хотя бы быть чуточку больше Чем то, что я имею сегодня Да, я думаю, что это скорее про это Но вообще я, конечно, восхищаюсь этими людьми Потому что правда так можно Ну вот, появившись в 70-е годы Коучинг стал развиваться, я понимаю И когда он появился, может быть, в нашей стране Когда начали использовать эти Я понимаю, ведь это были всё-таки Пришедшие оттуда Какие-то западные методики В советское время вряд ли это приветствовалось Да, потом был такой господин Как Томас Леонард Он считается отцом персонального коучинга Он как раз пришёл из финансов Он был финансовым консультантом И заметил, что самые успешные его клиенты Приходили к нему не столько За какими-то бизнес-знаниями Сколько хотели от него этого менторства И чтобы он помог им разобраться И в каких-то своих внутренних тоже проблемах и блоках И он как раз-таки в 92-м году основал университет коучей И в 94-м году Международную федерацию коучинга Вот про неё я бы хотела немножко поговорить Это наша, в общем-то, любимая, уважаемая International Coach Federation, это IFCF В этой федерации состою я тоже На сегодняшний момент я нашла даже статистику Там 42 тысячи членов 42 тысячи коучей по всему миру Из 47 стран В Латвии тоже есть Это IFCF-организация Она, конечно, у нас достаточно малочисленная И страна у нас маленькая Взнос ежегодный Там что-то порядка 300 евро получается То есть в любом случае Это не просто ты вступаешь И это та организация Которая, в общем-то, организовывает Вот эту поддерживающую среду для коучей Она следит за качеством Потому что сейчас очень многие в России, в Латвии О том, что коуч каждый второй И даже тут недавно в латвийской прессе Появилась какая-то статья о том Что на каком-то портале, удами или что-то Там человек прошёл двухчасовые курсы коучинга Получил уже сертификат Всё, я могу идти рассказывать И, конечно, вот то, что я вижу сейчас У людей очень мало информации о том Как же проверить компетентность этого коуча То есть если психолог, ты, понятно, приходишь Ты человек, который много лет учился И это точно не курсы повышения квалификации Конечно, психологам есть доверие То коучи, кто они, откуда, что это за сертификаты Как их отличить Это, наверное, наша, в общем-то, задача И организация ICF в Латвии И каждого коуча, кто к этому причастен Показывать, наверное, как эти сертификаты выглядят Чего это стоило, сколько мы учились Какие часы практики И вот, например, в ICF, этой организации Выдаются сертификаты по количеству наработанных часов То есть там есть три категории ACC, PCC и MCC Это сложные буквы, их запоминать не надо Но сам факт, что если у коуча есть больше 100 часов Ты можешь сертифицироваться дальше Это тоже процесс, это тоже долго, тоже сложно Стоит порядка 500 евро Ты должен пройти весь менторинг Ты должен сдать определенные экзамены И вот если эти буковки есть у коучей Следующая градация Это 500 клиентов часов и сертификация И 2500 клиентов часов отработанных сессий Плюс сертификация Это не говоря о том, что сколько стоит изначально выучиться на коуча То есть я в 2012 году заканчивала Это обучение стоило около полутора тысяч евро Сейчас в Латвии, мне кажется, от двух до трех тысяч евро И в России тоже самые школы, наверное, от полутора тысяч евро То есть если это кажется, что вот ты прошел бесплатный курс На каком-то там портале, получил сертификат То это абсолютно не так И даже потратив такие деньги на свое обучение Тоже не факт, что ты останешься в этой профессии Потому что это помогающая профессия Понятно, работая с клиентами Ты там сталкиваешься с огромным количеством проблем Начиная от того, где найти клиентов Получить эти отзывы Для того, чтобы начать свою эту практику Потому что это любая экспертная практика И происходит огромное количество мероприятий Про коучинг, да И в поддержку коучей Для того, чтобы мы себя раскрывали И тоже работали со своими блоками С синдромом самозванца И все, о чем мы говорили К нам это относится точно так же Потому что это все непросто А сколько нужно учиться? Вот сколько примерно занимает курс обучения? Самый базовый, самый начальный курс Это четыре, в мое время Сейчас, по-моему, немножко поменяли Это четыре модуля По четыре полных дня С большими перерывами На практику между ними То есть, по сути, это может занимать До полугода Потому что, заканчивая этот основной модуль Ты сдаешь экзамен И, конечно, ты их должен сдать Чтобы получить этот сертификат То есть тебя тоже проверяют на компетенции Плюс ICF-организация У них сейчас семинары Раньше это было 11 компетенций Коуча, которым ты должен соответствовать Сейчас это 8 компетенций И сейчас мы тоже происходим Такие обучающие семинары Для того, чтобы Ну, подтягивать себя Для того, чтобы понимать Насколько Как мы, как коучи, хороши Насколько Наши знания соответствуют Потому что коучинг Это, опять-таки, это не психология То есть коуч Это безоценочный человек То есть мы принимаем Человека таким, какой он есть Я вот как раз хотела поговорить Про принципы коучинга Которые лежат в основе Это не так просто Это не встретиться вечером с подружкой Или там с другом Поговорить, послушать Потом сказать Да-да, ты такой бедный несчастный Погладить по коленке Не знаю, скушать вкусное пирожное И сказать Ну, ничего, не волнуйся Все будет хорошо То есть коуч знает Огромное количество инструментов Для того, чтобы в любой ситуации Клиенту помочь И к запросам Если мы успеем Мы перейдем позже То есть В принципе Коуч — это Большое ухо Как мы говорили То есть мы слушаем То есть все, что говорит клиент На протяжении сессий Мы слушаем И задаем правильные вопросы Там нету нашей экспертности Мы не советуем Мы не говорим о том Как было в нашей жизни Мы не рассказываем истории Своей жизни Мы слушаем И предлагаем Какой-то коучинговый инструмент Для того, чтобы человек Решил свою конкретную задачу На эту сессию А этих инструментов В принципе Сколько И какие это могут быть инструменты? Ой, инструменты Это техники Если мы так назовем Да Там самая простая Самая распространенная Это колесо жизненного баланса Которую знают Мне кажется Все Ее можно погуглить Можно сделать Да Это, наверное Самая первая Самая диагностирующая И самая такая Ну, базовая техника И дальше Техник огромное количество Мне очень нравится Например, техника Вот и Дисней Да То есть Я не помню Мы говорили на эфирах Или нет Когда в каждом человеке Живет критик-реалист-мечтатель Да И любую Если для запроса клиента Это подходит То можно Разложить Обычно Это очень хорошо Новый проект Если у клиента Есть какой-то новый проект Его раскладывают Например По трем этажам Потому что Уолт и Диснея Если я знаю Нам правильно рассказывали Было здание Трехэтажное В котором на самом деле Сидели люди Они так и были Разделены по категориям То есть были мечтатели Которые там Что-то безумное креативили Да Были реалисты Которые знали Как воплотить это в жизни Были критики Которые просто бомбили Да И говорили Что нет Это все не получится И вот они между собой Взаимодействовали И вот есть эта техника Да И эта техника Очень хорошо работает В бизнесе Да Если вы собираетесь Например Новое направление Какое-то открывать Чтобы не Ходить по кругу Да Как во всех этих Во многих совещаниях Или во многих разговорах Да Вот сделаем Не сделаем Получится Не получится Есть определенная технология По которой это раскладывается Сначала Например На собрании Люди могут делать Некий брейнсторминг И просто накидывать Все безумные идеи Как они видят И как можно развить Данный конкретный бизнес И потом уже После того Как все идеи накиданы Они входят Как бы в состояние реалиста И начинают анализировать Вот эти все Накиданные фантастические идеи С точки зрения реальной То есть что-то Соответственно Выпадает Например Давайте Сделаем коллаборацию С Илоном Маском Да То есть как для мечтателя Это все очень хорошо Это может Имеет место быть Но реалист Как бы говорит Нет Ну вот знаете Вот это точно А что-то берется В разработку И когда реалисты Отрабатывают уже Тогда это все Так скажем Передается критикам И опять-таки Это одни и те же люди Могут быть Могут быть разные И эти критики Уже пишут по пунктам Что конкретно Может не получиться После переработки У критиков Это снова возвращается Реалистам И уже составляется План действий Как мы двигаемся Вперед Вот это один Самый простой инструмент Который я рассказала Как это можно использовать Даже в бизнесе Чтобы не просто Одному кажется Что получится Второму не получится Один согласен Другой не согласен Просто все люди Договорились И идут Вот по этой Как бы схеме Определенной И на выходе Конечно получается Потому что Вот этот вот блок Мечтатель Он снимает Эти внутренние блоки Он позволяет Людям Вот просто Отдаться своей фантазии То что часто Чаще всего Мы себе запрещаем Потому что у нас Живет либо реалист Либо критик Насколько мы позволяем Себе там вот Намечтать А из этого Как раз и получается Все самое классное Все самое интересное И тут как раз и есть А что так можно А что можно помечтать А что можно представить Что мы правда Будем сотрудничать Не знаю С самым большим Пиар-агентством Или с журналами А почему нет Потому что Мы сейчас мечтаем Давайте все Вот все что вы хотите Все выкладываем На Как бы на стол Да Ну и получается Что Вот это одна из таких техник Которая позволяет Снять какие-то блоки А как находят Коуч Вот именно Эти инструменты Необходимые Потому что Я понимаю Что этих техник Очень много Как он выбирает Он выбирает Вот В этом и есть Искусство Как бы коучинга То есть Он слушает клиента В любом случае Любая сессия Начинается с вопроса Чего клиент хочет Да Есть 4 классических Вопроса Коуч-сессии Чего ты хочешь Почему сейчас Это важно Как ты можешь Этого достичь И как ты поймешь Что у тебя Все получилось Фактически Любая классическая сессия Она будет начинаться С этих 4 вопросов И исходя из того Что клиент Рассказывает Чего он хочет Да И ну там еще параллельно Сдаются какие-то вопросы Коуч подбирает Этот инструмент Иногда на сессиях Нет никакого инструмента То есть Ты поведешь клиента К решению Просто открытыми вопросами Да Ну потому что Понятно что Наверное там Открытые вопросы К этому хорошо приведут Безумно классная фраза Как если бы Все было возможно В коучинге Да А если бы у тебя Это получилось То есть И мы работаем Вот как бы Нежно и мягко С тем Чтобы У клиента Вот этот вот Появилась вера в себя И раскрылся Внутренний потенциал Это наверное Самое простое Да И если мы этого Достигаем на сессии Да Клиент начинает Раскрываться И начинает снимать Вот эти вот Какие-то внутренние зажимы То дальше все будет хорошо Дальше уже вопрос техники Как клиент реализует Своё желание Главное чтобы оно было Главное чтобы оно было Осознанное Да Потому что Как мы говорили Тогда тоже про желание Очень часто мы до конца Не понимаем Чего мы хотим Да И вот коучинг Мне очень нравится Как бы Объяснение Что такое коучинг Это соединение человека Со своими внутренними ценностями Да То есть Чтобы мы хотели То что Хотим Истинно мы Не родители для нас Не друзья Не коллеги Не начальство Что истинно мы хотим И вот самая первая Основная задача Коуча Договориться с клиентом Что его запрос Это именно то Что он хочет То есть И не договориться Не уговорить Да А именно Вопросами Привести к тому Что в конце Например Сессии Клиент скажет Да Вот именно Это моё истинное желание Это точно так же Как самое простое Я хочу много денег Да Вот приходит клиент На сессию Я хочу много денег Никто не будет работать На запросы Много денег Пока мы не поймём Для чего человека Нужно много денег Потому что Только через это Мы сможем Понять Куда двигаться дальше То есть Мне нужно много денег Для переезда В другую страну Или мне нужно Много денег Себе на образование Да И я забыла уже Естественно С фамилиями у меня Вообще беда Да Я даже не помню Я рассказывала или нет Когда такой вот Хоуч тренер Да Свою дочку Тренировал Чтобы она всё получала Фактически без денег Всё что она хочет Потому что возможно Получить всё И без денег Если ты этого хочешь Да И поездки И так далее Мы тоже это обсуждали И вот кучинг Он про это Про то Чтобы изначально Осознать Чего же я хочу На самом деле И как получить Это наилучшим образом Потому что Как мне кто-то Подсказал фразу Которую я теперь пишу Очень часто Я говорю Знаете За деньги все могут И вот когда мне Что-то предлагают Там давайте Мы сделаем рекламу В СМИ Напечатаем Я говорю Знаете За деньги За деньги все могут Давайте мы придумаем Как-то Или бартером Или я могу Что-то для вас делать Или я проведу Какую-то сессию Потому что За деньги Это проще всего И вот деньги Они не являются Самоцелью Это вот Когда их нету Кажется Что это очень-очень важно Но тоже интересно Как мы с деньгами Проходим разные отношения То есть вдруг Они у нас появляются Но первое Что мы делаем Мы начинаем их тратить И в общем Совершенно бездумно И все проходим Мы через это И всем надо Это попробовать Потому что Если ты получил деньги И на себя их не потратил А начал как-то Очень серьезно К ним относиться Инвестировать Тоже наверное Ничего хорошего не будет Но должен быть Вот этот вот Какой-то порыв Легкой траты Чтобы Ну вот все Я могу себе все позволить Но это как бы Вот такой вот этап А дальше Клиент реализовывается Вот абсолютно Во всех возможных направлениях И достигает Реально всех своих целей Потому что опять-таки Что если клиент На своем пути Мы об этом говорили То и вселенная Абсолютно все складывается Так чтобы у него Это получилось И поэтому вот задача Изначально коуча С клиентом Найти именно Истинное его желание Истинный его путь Чтобы потом у него Начало все складываться А вот у меня сразу вопрос Когда В каком возрасте Нужно задавать себе Вот этот вопрос Чего я хочу На самом деле То есть В каком возрасте Вообще приходят Вот к коучам И может ли Ну должен ли это быть Все-таки состоявшийся человек Или Очень важно понимать Чего я хочу На самом деле Еще в молодости Или даже вообще Страшно сказать В детстве Например Может ли Десятилетний ребенок Вот прийти с таким запросом Вот чего я хочу На самом деле Кем я хочу стать Чего я хочу Добиться в жизни Ну смотрите У меня Сыну сейчас Тринадцать Он абсолютно точно Живет в этой картине мира То есть он задается Регулярно вопрос Чего я хочу На самом деле Старшему Восемнадцать Он только что Поступил в Голландию В университет Куда хотел Он сто процентов Жил Относительно вот этого Чего я хочу В какую страну В какой университет Кем я хочу быть И у него Эта осознанность Появилась еще В девятом классе Когда он четко знал Что он пойдет Он хочет идти В первую гимназию Учиться Как мы знаем Совершенно непросто На латышском языке Он был из международной школы Английской То есть латышского У него практически не было Он захотел Он поступил И это вообще Не про родителей Это не про нас Потому что Если бы он этого не хотел Мы могли бы нанять Пятьдесят репетиторов И просто задушить его Какими-то там Не знаю Ограничениями Ничего бы не получилось Это его было Осознанное решение И не могу сказать Что мы даже Сильно там поддерживали Потому что я прекрасно понимала Что в первой гимназии На латышском языке Ребенку будет сложно Я наоборот ему говорила О том Что не романтизируешь ли ты Эту школу Он сказал Нет, я хочу Я пробьюсь Прекрасно Потому что это его путь Он себя выбрал И если бы я В этот момент Начала влиять В одну или во вторую сторону Я думаю Было бы очень плохо То есть Если бы я его заставила Идти туда Было бы очень плохо Если бы я его отговорила Туда не ходить Было бы очень плохо Потому что Уже в этом возрасте Они должны принимать Свои решения Мы можем только поддерживать И дальше корректировать То есть В какой момент Тебе нужна моя поддержка Родительская Чтобы ты Как бы комфортно Себя чувствовал На своем пути И недавно Вот абсолютно Конкретный кейс Девочка 18 лет Она живет В другой стране Так как я про клиентов Не очень могу рассказывать Но это Такая показательная история Что мне кажется Очень многим Она будет полезна Девочка Творческая Но родители На два года Ее Отравили учиться В такую Как бы Там было Финансовое направление То есть В точной науке И два года Ей там было Очень плохо И вот бабушка Из Латвии Ну я ее давно знаю Нашла как раз Меня и говорит Ну вот ты можешь Поговорить с моей внучкой То есть нам кажется Что она не знает Чего она хочет То есть куда она хочет Пойти после школы Я говорю Да конечно В общем с подростками Я работаю Пожалуйста И через час Общения Мы выяснили Что точные науки В общении Ее Она гуманитарий Но так как Училась в точных науках Ей кажется Что предпринимательство Через него Если она пойдет учиться Она сможет заработать денег И будет свободной И когда она будет свободной Она сможет заниматься Тем чем она хочет А на самом деле Ей нравится музыка И я понимаю Что вот если бы Нет час общения То скорее всего Родители бы Из благих намерений Естественно Ее бы дальше После точных наук После этих финансов Естественно Отправили учиться На предпринимателя Наверное Она бы там тоже Отмучилась Там свои 2-3 года Не знаю Сделала бы она Бизнес или нет Но ее уже 18 лет Ломает Она уже понимает Что это не ее Но наверное Если я вот это вот Пройду В конце будет свобода И мы дошли до того Что она выбирает Со следующего года Музыкальное направление Она сидела В конце сессии Ребенок был счастливей Ши Глаза горели Я говорю Ты знаешь Теперь единственная Задача Чему надо научиться Донести правильно Свою позицию Родителям Бесконфликтно То есть Не прийти хлопную дверью Не сказать Что все Все что я делала Это ерунда Я буду заниматься музыкой Я говорю Ты должна им объяснить Почему музыка Для тебя важна И тут тоже Мы опять-таки Приходим к установкам Что музыкой много не заработаешь Творчеством не заработаешь Лучше идти в предпринимательство Чьи это установки Это точно не ее Потому что ребенок музыкальный И вот понимаете И все И час общения Все стало на свои места То есть ребенок понял Что он хочет Какой дорогой он пойдет Там все ли получится На ее пути Не получится Это другая история Она четко знает Этот путь И если она будет С него сходить То это уже будет Ну некая договоренность С собой То есть это будет Уже осознанно Не потому что ее заставили Там родители Она уже будет понимать В какой момент Она может пойти На какие уступки Для того чтобы добиться В конце концов Своей цели Потому что вполне вероятно Есть какие-то другие альтернативы Но это очень показательно И поэтому Когда нам кажется Что мы не знаем Чего хотят наши дети Скорее всего Дети чего-то хотят Просто нам Скорее всего Это не понравится И мы можем их не поддержать Потому что Если родители Отправили в финансы И в точной науке Ребенок приходит Радостно сообщает Что он идет в музыку Наверное у родителей Тоже такой некий Разрыв шаблона Я прям вижу Что они не прыгают От радости От ее такого решения И вот это очень важно То есть как родители Теперь на это отреагируют Но слышать И понимать И поддерживать детей Очень важно Потому что Чтобы они не выбрали Главное Чтобы они были счастливыми И реализовывались И пусть она сама Бросит эту музыку Через два года Но это будет ее решение И она будет благодарна родителям За то Что они поддержали В этот момент Да Они отговорили Потому что Если отговорят Она будет ненавидеть Всю жизнь Ну Как дети Ну то есть Получается Что Действительно Этими вопросами Могут задаваться И должны Наверное задаваться В принципе люди С раннего возраста Особенно на те Кто осознанно Пытается прожить Эту жизнь И Это Является ли Вот Такого рода Сессия Такого рода Помощь Необходимостью Только Исключительно Таким людям Целеустремленным Одаренным Сказал бы Лев Гумилев Пассионарным Наверное Употребив слово Или Обычный Рядовой Человек Тоже Нуждается В такого Рода Помощи Просто Может быть Он не осознает Ну то есть Вот мы все время Говорим о том Что приходят Предприниматели Приходят энергичные люди У которых Какие-то вот Планы Которые хотят Что-то реализовать Обычный даже Человек Который живет Скромной жизнью Может быть У него тоже Есть потребность Такого рода Ну я наверное Сейчас всех удивлю У меня клиенты Обычные люди Совершенно Абсолютно Простые Ну даже Не менеджеры То есть Простые работники Простых компаний Но знаете Что их отличает Их отличают Все-таки Какие-то Внутренние амбиции Да То есть Любой человек Неважно На какой позиции Он есть Как только У него появляется Мысль Что он хочет От жизни Большего Вот тут Появляется Очень важный момент Он готов Что-то делать Чтобы было больше Неважно Какой у него старт Или не готов Да И Вот Буквально вчера У меня тоже был Интересный разговор Там Со знакомой Да Которая спросила Оль Ну вот я не понимаю Мне вот надо Психологу То есть Я хочу что-то поменять Да Я четко вижу Что все Там возможно И работу И личную жизнь Еще что-то Я не понимаю Мне идти к коучу Или к психологу И вчера И вообще Я как бы У меня есть абсолютно Четкий ответ на это Я считаю Что если У человека Есть травмы Какие-то Это могут быть Травмы детства Да Это могут быть Например Даже увольнения С работы Очень такие Травматичные Да У меня тоже Есть знакомые И коллеги Которые там И не месяц И не два Надо чтобы Прийти в себя Потому что Как мы понимаем Увольнение Особенно с каких-то Высоких позиций Очень редко Происходит Сильно Честно Справедливо Ну вот будем так Да То есть Это политика Это политическая игра Приходы новые владельцы Там смена Каких-то приоритетов Да И тебя просто увольняют И по сути Никто не анализирует Уже Что ты там делал Как ты там делал И с этим надо Ну не то что смириться Это надо принять Но это очень больно Потому что Если ты долго работал На компанию Ты долго вкладывался И вдруг тебя из компании Выкидывают Да То там скорее всего Сидит что-то Кто-то через коучинг Может с этим справиться Кому-то нужен психолог Да Кому-то нужна терапия Точно так же Как и разводы У кого-то разводы Происходят дружеские Все Мы идем дальше Мы ищем новые отношения Да Мы открыты У кого-то очень больные разводы Да И человек страшно переживает И ему надо это все в себе Как-то ну вот Прожить и пережить Тогда это тоже к психологу И вот Потому что Коучинг Он Как бы это ни было банально Да Это встать и делать Это про то Что понять Что все-таки у меня Есть какие-то силы Ресурсы Энергии Для того чтобы встать и делать Да Мне не хватает Божественного пендаля Как все говорят Да Но по сути я готов внутри Тогда коучинг идеален А если вы и внутри не готовы Когда у вас еще внутри Что-то болит Есть какие-то переживания То вам вот это вот Ну как бы встать и делать Это рано Да То надо тогда пройти Скорее у психологов Потом идти к коучу Потому что психологи Ну не работают Над такими инструментами Как правда там Целеполагание Да А где найти внутренние ресурсы А как там найти Окружение правильное Да Как поменять свое мышление Но это не их как бы История Да Их история Чтобы вы были Психически и психологически И ментально здоров Да И вот когда вы Целостный организм Которому просто необходимо Там где-то внутренняя уверенность Да Где-то Ну где-то Я даже не знаю Да Какой-то определенный план Или чтобы кто-то Сказал Что это чужие установки Давай мы их проработаем Это вообще не твое А в жизни все происходит По-другому Да В жизни много денег В мире много денег И бесконечное количество Надо просто уметь их взять Да Это совершенно противоположная установка Что все мы бедные Страна нищая Здесь делать нечего Да То есть И если вот Человек доходит до того Что это уже Момент техники Да И он готов стартануть То конечно Это коучинг Вот Остается в принципе У нас буквально минут Я понимаю Даже меньше десяти Вот можем ли мы Перейти вот К Запросам Или что-то еще Осталось такое У нас недосказанное Давайте как раз Запросим Мы сейчас очень хорошо Все это обсудили Потому что это было Около запросов Давайте я сейчас Просто быстро расскажу Вот эти пять принципов Коучинга Да Это как раз Вот времени Более чем достаточно Итак Первый принцип Коучинга Это со всеми Все окей Это то что я говорила Что и коуч Воспринимает своего клиента Безоценочно Да Что с нами Все в порядке И клиенту Мы объясняем Что со всеми Людьми вокруг него Тоже все в порядке Вам может нравится Что они делают Может не нравится Но с ними Все окей Да И это такой базовый принцип Который не дает Углубляться В какие-то Ну наверное Сплетни Склоки Да И самокопание То есть это первое Дальше У каждого из нас Есть все необходимые ресурсы Это про то Что как раз Если мы на своем пути Если мы реализовываем То что нам нравится То ресурсы И внутренние И внешние У нас либо есть Либо найдутся В этом тоже помогает Коучинг Третий принцип Изменения Неизбежны Мой любимый Принцип Если вы не реализовываете Свои мечты Тогда через вас Кто-то будет Другой реализовывать Свои мечты Мы тоже про это говорили Что изменения Неизбежны И пока мы с вами Тут общаемся Тоже изменения Происходят во внешней среде И если кто-то думает Что он может Сегодня Что-то где-то Зафиксировать Как бы стабильную Получить работу Или что-то стабильное То это иллюзия И работа с клиентами В этом тоже заключается Что в любом случае Изменения будут происходить Любые Вы видите Коронавирус пришел Или там рестораны Открывают Закрывают Магазины открывают Закрывают Нет ничего стабильного В нашем мире И вот чем быстрее Мы это поймем Чем быстрее Мы к этому подстроимся Тем проще нам будет У нас не будет стресса От того Что завтра поменяется Мы будем просто знать Что завтра что-то поменяется Обстоятельства какие-то И мы можем научиться Естественно На эти обстоятельства влиять Это самое правильное То есть Сделать максимальное Количество обстоятельств И вообще Свою жизнь Подконтрольной себе И тогда Изменения будут происходить Но они будут происходить Подконтрольными Дальше Четвертое Намерение позитивно Что это Что бы мы ни делали И что бы другие люди Не делали вокруг нас У них у всех Есть позитивное намерение Они могут его проявлять Конечно через Позитивные действия И точно так же Могут через Деструктивные Какие-то действия Но Мы должны Понять Что является Основной целью Этого человека Это очень хорошо Помогает в корпоративной Культуре Особенно на собрании Когда есть коллеги Которые нам Исключительно неприятны Или мы не можем Найти никакой Общий язык С этим коллегой И вот если Задаться себе вопрос А почему он такой Почему он это делает Какая его основная цель Какая его задача Какое его намерение Мы получим ответ Потому что Люди приходя на работу У них совершенно Разные задачи У кого-то Научиться новым навыкам У кого-то Просто заработать денег Чтобы его не трогали У кого-то Продвинуть Карьерные лестницы И написать у себя В CV или в резюме Что у него высокая позиция У каждого человека Есть своя задача И для этого человека Эта задача Будет позитивной Вопрос Что вам это Никак не откликается И у вас ценности И вы хотите В этой компании Например Чтобы все было честно А у руководства Может быть вообще Не про честность Руководству А главное Чтобы выжить Выжить любой ценой И вот эта битва Обычно у бухгалтеров Происходит Нереально Давайте заплатим налоги А руководству Давайте вообще Ничего платить не будем Вы там придумайте Денег нету Мы вообще все умрем И компания пойдет На дно И все И ценности совершенно разные И конечно идет конфликт И пятое И последнее Это выбранные лучшие Это тоже такой Очень-очень важный принцип И вот с этой девочкой Которая училась Два года На финансах У нее было Огромное сожаление Что она два года Потратила Как бы не туда Что она два года Потратила на точные науки И у нее Прямо внутри был Вот этот вот дискомфорт И когда я объяснила Что любое решение Принятое Когда-то Оно наилучшее Что она сама не знала Куда она хочет идти учиться Это решение Приняли родители И это был наилучший выбор Из того, что было Ребенок успокоился Ее перестала Эта проблема Вообще мучить Изнутри О том, что два года Ушли не туда Нет Любое решение Которое мы принимаем В данной конкретной ситуации Оно наилучшее И этот принцип Он не дает нам Откатываться назад И заниматься Какими-то самокопаниями Ненужными Какими-то Переживаниями И так далее Все, что мы приняли Это лучше Если бы мы сделали По-другому Было бы хуже Все, точка То есть Коучинг тем самым Обрубает Вот эту вот Ненужную Какую-то Рефлексию Ненужные Преживания В прошлом Мы принимаем Было решение наилучшим Мы смотрим вперед Мы идем вперед И все И как бы И все будет хорошо Работаем вот здесь И сейчас Сколько требуется Сессии Вот Опять-таки Для того Чтобы добиться Своих целей Мы когда-то говорили Но в принципе Может быть Вот в среднем Если приходит клиент С запросом Сколько встреч Нужно таких Очень Интересно Потому что Есть клиенты Которые приходят С совершенно конкретными Задачами Например С бизнес-задачей Есть задачи Которые можно решить Вообще За одну сессию Есть люди Которые приходят За глубинной Трансформацией То есть Ну вот Ты понимаешь Что ты где-то Застрял У тебя Все навалилось Все Как бы идет Не туда И надо Потихонечку Раскапывать Это все Тогда это может Занять Два и три месяца Я знаю Что у меня коллеги По полгода Ведут клиентов Я не знаю С какой частотой Правда Там может быть Раз в месяц Поддерживающая Но если Ну такой запрос На глубинную Трансформацию Я рекомендую Месяц Раз в неделю Обязательно Для того Чтобы вообще Разобраться Что происходит И потом уже Смотреть Может быть Потом раз В две недели Но надо Заложить Какой-то момент Потому что Вы же понимаете Мы себя Неким образом Перепрограммируем То есть Мы меняем Мышление Мы меняем Свои привычки Мы меняем Свои действия Мы меняем Отношения Это огромная работа И я очень хорошо Слышала на семинаре Говорит Вы не смотрите Что я вам В три раза Все повторяю Это не потому Что вы тупые А потому что С первого раза Вы можете В лучшем случае 30% информации Усвоить И какая бы ни была Классная сессия Какой бы ни был клиент Для всего Нужно время Чтобы мы это Приняли Мы это В себя Как бы вложили Мы с этим прожили После любой сессии Необходим Период адаптации Изменения будут Иногда они В лучшую сторону Иногда Конечно Что-то Начинает Меняться Окружение Не принимает Там Выявляются Другие Какие-то Запросы Но В любом Суча Это Работа Никаких Чудес Мы Не обещаем Что вот Одна сессия Ваша Жизнь Прекрасна На короткие Запросы Да Ну и Все-таки Вот Коучинг Что он Дает Человеку То есть Действительно Нужно Каждому Это Человеку Или Это Когда Что говорится Припрет К стенке Или У человека Все хорошо А ему Все-таки Стоило бы Может быть Сделать Еще лучше Вот Хорошие вопросы Вот Все Что вы Задали Я рекомендую Слушателям Задать себе Эти вопросы У меня Сейчас Все Хорошо Я хочу Чтобы Было Лучше Нет Меня Все Устраивает Не надо Коучу У меня Все Плохо Я готов Что-то Делать Готов Коучу Не готов Не надо Идти Коучу То есть Это Только Вопрос Сам Себе К чему Я готов На что Я готов Есть ли У меня На это Энергия И Хочу ли Я Каких-то Изменений В этой Жизни Каждый Человек Может Ответить Только Сам Себе Ни Психолог Ни Коуч Ни Гештальтерапевт Никто Не может За клиент Прийти И сказать Слушай Я чувствую Тебе Прямо Надо То есть Я могу В разговоре Это Понять И клиенту Предложить Сказать Вот я Я вижу Что Вот тут Тут И тут Мне кажется Здесь Можно Улучшить Это Работает Но Вот так Вот Если Просто Нас Кто-то Слушает В эфире И нет Какого-то Личного Контакта Ну Тогда Человек Только Сам Может Понять Все Ли Его Устраивает Или Все Так У него Есть Больше Амбиции Больше Желаний Он Больше Хочет Успеть И Сделать В этой Жизни Ну Что У нас Так Пробежало Действительно Это Время Очень Очень Быстро Мы Кажется Поговорили Об очень Важных Вещах Как Найти Коучи Кстати Вот Телефонный Справочник Google Я не знаю Каким Образом Ну Google Кстати Сложно Я знаю Что Наше Пространство Нас Очень Много В Инстаграме Так Или Иначе Да Потому Что Когда Ты Впишешь Расширение Коуч Там Все Высвечивается Да Есть ICF И Организация ICF Латвия Там Есть Каталог Коучи И Друзей Это Точно Есть Правда Теперь Закрытая Группа Есть Латвий С Коучи Но Я не знаю Ищут ли Там Клиентов Там Мне кажется Такого Больше Сообщества Больше Сообщества Поддерживающая Среда Коучи Я знаю Что В Линкдин Кто Вообще Писал Запросы То Знаете Очень Интересно Кто Как Ищет Кто Просто По Соцсетям Кидает Клич И Я Видела Что Люди Откликаются И Кого То Отмечают Но Тут Мне кажется Сложно Посоветуйте Зубного И вам Накидали 10 Имен И фамилии С этими Зубными Как Вы Можете Выбрать Или Вы Там Ищите Терапевта Мне кажется Это Очень Индивидуально Я Рекомендовала Следить В Соцсетях За Этими Людьми Если Кто Услышал Решил Что Было Интересно Поработать Коучем Потратьте Время Найдите Фейсбуки Найдите Инстаграм Потому Что Сейчас Все В онлайне Не обязательно Даже В этой Стране Искать Коуч Подпишитесь На них Посмотрите О чем Они пишут Какие У них Отзывы Какие У них Сертификаты Это Очень Важно Не Кидаться К первому Человеку Который Скажет Что Он Коуч Именно Отзывы Потому Что Коуч Он Про Доверие Он Не Про Что Другое Люди Идут Только Когда Доверяют Спасибо Большое Ольга Троицына Коуч С нами Была На прямой Связи Спасибо За Такую Интересную Беседу И Я надеюсь До новых Встреч Всего Доброго До свидания До новых Встреч Счастливого Прекрасного дня